Всем привет! Я Даша! У меня закончился читательский дневник, четвертый по очереди. Выглядит он вот таким образом. Сегодня я о нем буду рассказывать. Почему я веду читательский дневник? Просто как-то однажды на ютюбе я наткнулась на девушку, которая рассказывала о своем. Я сгорелась от идеи. И посмотрела еще несколько видео. Их не очень много, к сожалению. Единственное, вот я не согласна. Там все говорят, ведите так, как вам удобно, максимум неразборчиво можете. А вдруг через пятьсот лет мой дневник читательский дневник, найдут какие-нибудь археологи и ничего не смогут разобрать. Ему придется, пока родится их, собственно, шапельон, чтобы разобрать мои иероглифы. В общем, я веду его максимально аккуратно, стараюсь писать попонятнее. Не сокращать особо слова, насколько это возможно. Ну, информация я, я, допустим, пишу инф-я, государство-гос-го, но все-таки я стараюсь не сокращать. Это помогает более четко мне структуровать свои мысли, развивать холожественный вкус, потому что я стараюсь его украшать посимпатичнее. Умение слова получается, кстати. Но все равно это мне помогает больше развивать свои... Свою возможность выражать мысли и способность, прошу прощения. К тому же интересные факты и сведения из книг забываются. Вот. А отмечать самой книги, допустим, клейкими закладками, наразовыми, я считаю менее целесообразным, чем хранить всю заинтересовавшую меня информацию в одном месте, в читательских книгах. К тому же мне это помогает, когда я снимаю для вас видео о книгах, я что-то могу подзабыть, а так я по мере чтения что-то себе пишу, поэтому это никуда не пропадает из моей головы, а остается на странице моего читательского дневника. Единственный минус своих введений, мне очень нравится сам процесс, единственный минус это то, что они занимают то место, которое могли бы занять ваши книжки на полках. Итак, я очень люблю этот дневник, зато, во-первых, за узор, он такой а-ля славянская культура, на резиночке, здесь две закладки, вот они выглядывают. Допустим, у меня всегда в читательском дневнике лежит на том месте, где я закончила писать в последний раз, ручка. И сам дневник при этом вот в закрытом состоянии, в полузакрытом получается, потому что ручка сдерживает место, чтобы я в любой момент могла просто там взять, одним ловким движением руки раскрыть и продолжить писать там, где я остановилась. Собственно, это очень удобно, поэтому для этого я закладку не использую. Но иногда я читаю кулинарные книги, и не обязательно с рецептами, а просто что-то там, главная героиня любит, например, готовить. Я выписываю рецепт, чтобы его потом не потерять и долго не искать, я вот закладочку в это место очень удобненько. Плюс он мне безумно нравится за кармашек в конце. Здесь я храню, пока веду читательский дневник, листочки для указания на чтение, я их потом и покажу уже вклеенными. Те стикеры, которые я чаще всего использую для украшения дневника. Вот, и что-то такое, какие-то черновички. Все это потом приезжает в следующий читательский дневник, кроме черновика, по которому я делала какую-то запись. Например, в этом читательском дневнике у меня есть отзыв на книгу Старка Наталья Гочарова. Я там пыталась разобраться в родственных связях, потому что сам автор не очень понятно все это расписал, на чего рисовала схему, и черновик схемы, я его потом на белый переписала в шлярский дневник, но черновик схемы остался здесь в кармашке. Это единственное, что осталось в нем, когда я переехала в следующую уже тетрадь. Мне безумно нравится, что здесь странички в точку. Это удобнее, чем в линейку, безусловно, абсолютно, и даже чуть более удобно, чем в клеточку, хотя клетку тоже удобно. И так как бывает, что я черчу таблички или какие-то схемы, то это очень комфортно ввести читательский дневник в точку. Смотрите, такие слегка с желтоватым немножко оттенком, чуть-чуть в тон отдает. В общем, очень я его любила, этот читательский дневник. Вне зависимости от того, понравилась мне книга или нет, я вклеиваю для обозначения дат и оценки книги такой вот листочек крафтового нейтрального оттенка в уголочек странички. В верхней его части я указываю начало чтения, в нижней – завершение, поселение к крупным шрифтам оценку по пятибалльной шкале. Если книга перечитывалась в уголочке этого листочка, я указываю такой круглежочек со стрелочкой, что-то с моего собственного знака бесконечности. Если помню, в который раз я перечитывала эту книгу, то внутри кружочка указываю число. И, правда, когда уже стало заканчивать этот читательский дневник, сделал случайное открытие. Дело в том, что как раз в этот период пришла посылка, там внутри был предмет, который собиралась долететь, я его тут же не отходя от кассы стала упаковывать. Я очень люблю упаковочную бумагу крафтовую такую. И я такая посмотрела, думала, а зачем я заказываю специально открыточные такие листочки крафтового оттенка для читательских дневников специально с Алиэкспресс. Если вот я можно упаковывать, упаковочную бумагу моя почти оттенком совпадает. Я попробовала нарезать с блесков оставшихся и вклеивать его, но мне понравилось это меньше, так как она такая немножко полупрозрачная, неплотная. Получилось как-то вот так. Мне не очень нравится. Вот из специальных листочков мне нравится гораздо больше. Зато, когда я стала на эту часть читательского дневника клеить опознавательный знак, что это именно четвертая часть читательского дневника, с какого по какого числа я его вела, это я так делаю со всеми своими такими дневниками. Обычно я делаю это из белой бумаги. Но тут мой взгляд упал на тот самый грызок оберточной бумаги. Я такая, ага, попробую-ка приклеила. Мне так понравилось, потому что это не бросается в глаза. То есть я, которая знает, что эта наклейка тут есть, я разберусь. А человек, который просто кинет взором мои книжные полки, он эту наклеечку просто не увидит, он видит какую-то тетрадь. И именно за счет того, что это немножко такая прозрачненькая в какой-то степени бумага, это делает ее еще более невидимой глазу человека, который не знает, что это наклейка здесь есть. Очень здорово получилось, мне понравилось, запомню этот прием. Может, потому что, знаете, она немножко перекликается с оттенками, которые есть на обложке этой тетради. Когда я заканчиваю читательский дневник, я на первой летнем форзаце составляю содержание. И здесь же как раз-таки для археологов будущего, если кто-то найдет, делаю, ну или себя, вдруг Альцгеймер случится, листочек вклеиваю, где расшифровываю те пометки, которые использую на протяжении текста. Чуть позже я вам покажу. Так вот, в самом содержании. Мне не очень удобно, что я его составляю только, когда заканчиваю писать читательский дневник, по завершению уже, когда последняя страница списана. Потому что иногда мне надо найти отзыв на какую-то книгу читательский дневник, и вместо того, чтобы открыть конкретную страницу, мне приходится листать в поисках. Это не очень удобно, как мне кажется. Я пыталась заполнять содержание по мере заполнения читательского дневника, но мне это было лениво, неудобно, и получалось менее аккуратно, потому что, соответственно, я это делала в разные дни, у меня было разное настроение, соответственно, разный почерк. Как известно, когда у человека плохое настроение, почерк идет немножко вниз, а когда хорошее, чуть-чуть вверх. И вот, кто влез, то под рова, и получается не очень аккуратно в итоге. Как составляется содержание? Порядковый номер, название книги, имя автора, причем инициалы я не сокращаю, полностью пишу не А и С галон, а А на Сиер галон, не К гир, а Кёрстен гир и так далее. Ну и, разумеется, после названия страница, на которой размещается отзыв. Когда я только начала вести читательские дневники, я помнила, какая книга, в которой тетради. Но вот сейчас я веду уже пятую, и как бы мой мозг уже не умещает всю эту информацию, поэтому я и очень ответственно отношусь к Лафлибу, в социальной сети книголюбов. И там есть возможность, когда добавляешь книгу в прочитанное, оставлять личную заметку, которую видишь только ты. И я там пишу, там, ЧГ номер четыре, страница такая-то в соответствующей книге. Поэтому, когда мне надо что-то подсмотреть, какую-то информацию, которую я ранее писала в своих дневниках, я просто открываю Лафлибу, смотрю какая-то часть, какая-то страница, и я лезу любопытство. Это вот на словах звучит очень длинно, на самом деле происходит моментально, и всё это за пару секунд делается. Теперь оформление. Обычные книги я не отмечаю никак. То есть, просто пишу название красным шрифтом, чуть ниже, чуть меньшим шрифтом, чёрной ручкой уже автора, и всё на этом. Ну, если я от книги в полнейшем в восторге, то я применяю декоративный скотч к названию и наклеиваю, поверх него уже пишу название книги, а также отмечаю как-то листочек, на котором пишу даты чтения. Я могу фоном наклеить декоративный скотч и поверх наклеить листочек, либо я могу украсить его наклейками. Как вот в этом случае Владислава Крапивина китами, потому что Крапивин любил всё морское, я сочла это в соответствующем. Теперь о пометках, которые я обещала вам продемонстрировать. Так, значком похожим на значок ютуба, и это не случайно вы сейчас поймёте почему, то есть это красная ручка, и рисую треугольничек, а потом ввожу его таким овалом. Я обозначаю информацию, которую я совершенно точно вам озвучу. Это такая центральная, важная информация, ну скажем, о сюжете книги или что-то, что я подметила. Потом таким вот, знаете, как в комиксах обозначают такое облачко с многоточием, это просто какая-то моя мысль, которую я не факт, что вам озвучу, либо напишу в своём отзыве на рекоменд или на Лафлибе. Восклицательный знак чёрного цвета – это любопытная информация, выписанная из этой книги, а если он красного цвета, то у меня что-то зарисовало в книге, но в самой книге дополнительной информации об этом не было, поэтому я полезла в сеть, либо из другой книги взяла эту информацию, и вот подобным образом я помечаю подобную информацию я помечаю уже красного слицательного знака. Изображение вилочки с ложечкой. Да, это вилочка и ложечка, не прикапываясь. Обозначение рецепта. Перо. Да, это перо. Я знаю, что не похоже название книги. Другой книги в этой книге. Смайлик – шутка. Другой смайлик – вот такой. Это персонаж книги. Потому что если их очень много, но прописаны не так сильно, чтобы я всех запомнила, но это мне пригодится для понимания книги, то я их выписываю. Это, кстати, очень редкий случай. Галочка. Когда я выпендриваю, строю из себя редактор и говорю, вот здесь вот так вот не надо писать, а надо писать вот так или… Я вот эту информацию знаю, это ошибочно. Вот здесь автор написал, он заблудился в потёмках, а правильно вот так вот. Подобные свои комментарии я помечаю галочкой. То есть, когда выпендриваю сестру из себя редактора. Красные кавычки – это цитата, а если они не выделены какой-либо цветной ручкой, а написан просто синий, значит, я просто комментирую какие-то слова автора. Вот. Ну и изображение домика – это какая-либо географическая локация, которая меня заинтересовала. Допустим, я пишу про того, как был основан город Нейтердам, или как был основан город Нью-Йорк, что голландцы его построили. То я вот такую информацию, или вот я рассказывала вам про книгу Сергея Никитина, по-моему, что-то там про улице, про исхождение. Вот я там интересную информацию помечала именно вот в Значковом домика. Вот. Ну и только в этой книге, я когда читала Кунина, я просто как попала в разноброс, не структурированно проставила, выписывала своё мнение. Оно было такое очень хаотичное, безумное. И чтобы вам потом прилично всё это рассказать… Ну, кстати, я обошлась для читательского дневника, сама по себе всё рассказала. Но всё равно я боялась, что я заблужу из трёх словностных, поэтому один вот из всех четырёх читательских дневников я единственный раз применила эту пометку в тексте. То есть я составила план отзыва, которому так в итоге и не прибегло в конце. Вот. И уже оранжевым маркером по тексту читательского дневника прошла и, соответственно, в пункты я их поставила на страницах отзыва. Вообще, раньше все эти пометки я ставила по мере заполнения читательского дневника. То есть я что-то выписала и тут же сделала пометку. Но потом я обленилась, потому что это надо вытащить все ручки, и чёрную, и красную, и даже, возможно, карандаш, рядом с собой положить, помедленное наполнение, брать ту одну, ту другую. И мне не нравится, что у меня на столе из этого бартак. В общем, я в результате, допустим, ну, просто заполняю разворот читательского дневника, и когда мне нужно перелистывать страничку, я беру эти две ручки и так-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, быстренько пометки сделала. Значит, я в своё время заметила, что у меня читательские дневники заполняются очень быстро. Соответственно, у меня очень быстро заполнятся свободные места на моих чашечках полках, которые так уже забиты полностью от и до. Поэтому я приблигла вот к какой тонкости. Если я выписываю цитату, либо важную информацию, я пишу в каждой клеточке. Если это просто моё мнение, я пишу через клеточку на случай, если я что-то забыла написать, то можно нам будет между клеточками вписать. Аккуратненько. И всю информацию я пишу не прописью, а печатными буквами. Так вмещается больше текста в меньшее пространство. И чуть-чуть, но место экономится. Как говорится, копейка рубль бережёт. Вот таким образом я вела дочитательский дневник. Пятый вам пока не показываю. Покажу, когда уже закончу. Буду говорить о нём. Там у нас потерпела некоторые изменения. А сейчас, когда закончу видео, я радостно встану и поставлю этот дочитательский дневник на своё место. Оно, кстати, почти перед вами, только немножко скрыто. Вот полка над мной, на ней стоит Акунин. А вот выше неё, там тоже стоит Акунин. Но есть немножечко свободное место. И вот именно там стоят в рядочке все мои читательские дневники. Рекомендую вам, кстати, если захотите тоже их везти. Очень удобное штука рекомендую. И полезное. Старайтесь, чтобы тетради у вас были, ну, хотя бы приблизительно одинакового роста. Тогда они будут более аккуратно смотреться на полках и более красиво. Вот. На сегодня всё. Всем пока. И до скорых книг.